дорогие друзья анжела вас приветствует на своем канале решила вам показать еще одну очередную сумку я пробую разные формы и размеры вот такая у меня была ткань это такой как бы некий бархат можно сказать что это хлопок но с другой стороны он немножечко тянется поэтому я не уверена что здесь стопроцентный хлопок но он очень похож потому что это от царя гороха ткань была у меня целых таких два куска тоже здесь что-то было было отрезано такие которые побольше и оставлено я взяла синтепон и сделала вот такую вот стежку и вот еще вот такие у меня были лоскутки ткани это был такой красивый у меня комплект и его очень любила специально не выбрасывал то что знала что буду использовать очень красивая расцветка я такой большой расцветки не вижу нигде ткань чтобы купить и сейчас покажу у меня заготовка я пропустила чтобы вначале показывать как они были у меня заготовки как обычно я показываю вот у меня уже практически на такой стадии находится здесь у меня одно вот из такой ткани я взяла более темную здесь у меня она такая как чуть-чуть немножечко такая вот тоже как бархатная когда по ткани водишь она приятная как велюровая такая но нет никакого ворса ничего это именно свойство такой ткани тоже взялась антипоны здесь сделала крупную крупный стиплинг более-менее он у меня получается в этот раз дабы заготовки такие маленькие и хорошо вращать по машинке поэтому красиво получается вот значит поэтому эта ткань немножечко вместе с синтепоном потоньше получилось а так как здесь идет стежка более такая мелкая соответственно это немножечко часть пожестче я взяла сделала вот спин интерес вот такой вот рисунок прямо от руки нарисовала и на вот этой ткани я ее сделал с флизелином положила начертила и обрисовала вот такую киску она здесь подходит по цвету к этой ткани у меня была такая более тканья более ближе к рыжему но этот оттенок мне больше нравился вот сочетается с этим оттенком это немножко диссонирует нет такого прям шоколада более холодный оттенок но все равно подходит на какой стадии я сейчас нахожусь короче я взяла и сделала почему-то решила что буду делать и побольше и сделала вот здесь вот 45 сантиметров с этой стороны 20 и боковушки 20 вот эти боковушки я сделала вот так сделала здесь чуть-чуть пузырики и совместила с этим стиплингом как-то на этой ткани сама лапка как бы оставляет такие она бороздит как бы бороздит этот пух ну вот этот ворс и ну немножко сложновато вести как-то и поэтому я думала что будет посимпатичнее будет более утоплено но ладно короче как получилось короче здесь пузырики и немножко стиплинг значит надо было мне наверное взять здесь и 30 сантиметров сделать но я вначале когда я раскрыла думаю ого получился баул но ничего изначально я боковушки ну задумывала вот таким образом сделать да вот вот здесь вот простегать здесь вот такие куски но у меня дочь сказала мама как как будто круэлла такая в пятнышко я решила отказаться этой идеи от этой идеи здесь видите простегано а вот здесь вот эти вот кусочки они идут зигзагом как аппликации и если бы было бы это здесь на боковушках вот так вот это было бы слишком оляписта вот такого плана я думаю что было бы слишком оляписта мне хотелось чтобы она была такая ну чуть-чуть поблагороднее что ли поспокойнее вот эти было бы слишком да и вообще не очень-то мне было интересно вот эти вот пристегивать потому что ворс и нужно было столько раз на месте вот это мелкие это делать забивать эту тушевку что я уже думаю меня на вторую часть не очень-то хватит энергии не очень-то как-то мне хотелось вот так вот в принципе было бы если бы это было бы вот с этой стороны и с той стороны и но я тоже так подумала что акцент будет все на кошки еще эти боковые будет слишком оляписта поэтому я взяла и выкроила еще одну часть и боковушки сделала вот чистом виде чистом варианте здесь тоже самое все еще в нитках и на от этой ткани вот такие вот эти пушочки ворс этот когда раскраиваешь но все конечно все почистится так что у меня на дне сейчас покажу внутреннюю часть значит внутри еще ничего не сделано внутри идет вот так вот то есть у меня вот здесь вот внутри это из-за из-за флон по-моему так называется если я ничего не путаю я кусочки все уже бы выбрасывала нигде у меня нету сейчас раскрою как она внутри вот вот как выглядит одной рукой неудобно из такой же штуки я делала этот рюкзак супругу и такую же сумку делала который стиле боха то сумка немножко дочка и носит прямо усиленно надо отправить затаскала там закидывается и вещи когда и надо побольше взять и я так посмотрела что у него все битком 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 даже ручки еле-еле ну как бы захватываются рукой я горю я тебе сделаю побольше сумку ну когда тебе нужно будет какие-то вещи собой перетаскивать вот и решила вот сделать ее такую покрупнее с этой стороны вот такая часть хоть и кусочек был маленький все равно стиплинг по этому ворсу как-то не очень и поэтому донышко так как ткань была здесь и вот этот вот рисунок покрупнее и он не столько забитый ткань более мягкая чем вот это потому что здесь забитость больше тот кто стягает он знает что к чем больше стежки тем жестче ткань но как бы более дубовая и каркасная на этой было меньше поэтому я подложила вниз чтобы она держала форму теперь я чё-то так скажем немножко притормозилась не могу понять какие сделать ручки то ли темные темные ручки как-то будет вот если из такой ткани непонятно будет немножко похоже на хозяйственную я задумывалась сделать белые сумки белые ручки но так как сумку постоянно нужно будет носить белая белые ручки возможно они будут как бы я еще спросила дочку какие сделать длинные или короткие да если вот короткий она такая будет как аля такая огромная сумка но с короткими ручками но она горит мне иногда хочется на плечо но я не знаю я знаю возможно сделаю средний и хотелось сделать наверно белый светлый сделаем как продолжение но так как надо будет постоянно носить она может пачкаться марка можно как-то серединку перекрыть и я вот думала вот таким цветом вот что-то как-то я немножко под под застряла так скажем с ручками для подклада я уже выбрала оттенок подклад у меня будет из бязи вот такие сердечки и я так думаю что он будет поглубже в глубине оттенок показывает здесь какао но он не какао он холодный такой холодный холодный такой коричневый оттенок неправильно показываем что у меня здесь везде свет включен вот более холодный оттенок вот по цвету он подходит туда с сердечками сделаю кармашки ну все больше так в принципе думала сделать с этой стороны карман для ключей вот так на молнии до накладной но я думаю что это будет лишним и не очень-то будет красиво пусть она будет более чистая с этой стороны я думаю что я включусь еще раз когда будет готова вот вот немножко с ручками под застряла у меня есть черные готовы уже с этими штучками железными но они должны крепиться тут я как-то не хочу сверху сумки я хочу чтобы они шли изнутри ну так я задумала вот такая вот киса кису я только по краю по контуру ничего тут не делала иначе она была бы прибитая оставила так не знаю она так немножко надувается я думаю что будет нормально и вот здесь планирую сделать строчки не знаю как надо будет не надо посмотрю посмотрю сейчас по поводу ручек и потом решу потому что она с более этими пришитыми сторонами будет я думаю лучше и за счет вот этого вот она стоит то есть как бы вот такая вот и легкая на что этот наполнитель он из-за из-за флота называется вот вот такая вот у меня получилась готовка я включусь когда уже будет готова и так кто дождался готовая моя сумка продемонстрирую вот так вот она выглядит я ее поставила чтобы было изначально видно как она стоит все-таки у меня дочь сказала мама делает темные ручки и сделай мне короткие и длинные знаете есть такие сумки когда едешь в мегу там такие вот продают с двумя ручками я их не очень-то люблю потому что нагромождение ручек происходит здесь я не хотела их соединять одну в другую то есть как делают на тех сумках здесь я проложила только вот так вот строчку не хотелось делать никакие квадраты это как бы немножко удешевляет вот и вот так вот она вот выглядит вот его длинные ручки когда их можно спрятать во внутрь и если ты берешь за короткие я люблю прокладывать на ручках вот такую строчку она декоративная загибается и не видно вообще шва вот и также на вот этих коротких я сделала вот здесь сомкнула для того чтобы ручка была поуже потому что вот эти вот которые более короткие они пошире все зависит ручки от того какая у меня есть стропа и у меня я хотела вот такие сделать широкие и чтобы длина была средняя чтобы можно было взять в руке сумку и можно было и на плечо такую длину ручки я могу на плечо потому что у меня как-то поуже у дочери она любит чтобы здесь было немножко подлиннее для того чтобы на плечо когда ты в куртке чтобы не впивалась подмышку у меня это проходит у нее как бы побольше сейчас рукава батники все они широкими рукавами поэтому здесь как бы маловато места и стропы у меня такой широкой было чуть-чуть только на две ручки вот такой длины я говорю давай оставим такие только вот так нет мне нужно еще длинный потому что если что-то будет тяжелое я захочу не в руке чтобы не переломливать свой позвоночник сделаем не длинные и длинные я вот сделала вот так подальше чем вот эти короткие ручки внутри как сказала уже сделала вот это вот этот подклад здесь можно было конечно вот эту темную пошире сделать вот как бы вот так ну почему-то вот как-то у меня так уже получилось ну тоже неплохо то есть как бы она вливается впивается в сумку в ручки сделала вот этот вот заготовку сделала карманом с этой стороны я бархатную сторону сделала она мне говорит нужно было сделать с этой стороны где кошка но так как здесь идет кошка и было бы был бы еще этот плотный карман было бы очень толсто та сторона поэтому я сделала с этой стороны потому что здесь ничего нет нет никакой они не которые откуда карман тут можно будет бросить телефон ключи и там да там но такое то что нужно будет быстро вытаскивать сумка получилась вместительная огромная мне очень она нравится и вот с этой стороны у меня была такая заготовочка молнии сейчас покажу не ставлю штатив девочки лень все хочу вам быстро все показать и дальше заниматься своими делами поэтому уже как есть вот такая заготовка у меня была молнии у меня было уже это она вставлена и вот такая вот кусок я не что-то у меня там где-то не получилось я отрезала молнию уже была вшита все хорошо и я ее сюда вписала то есть получается здесь такой потайной карман для того чтобы бросить какие-то там не знаю платочки тоненькие там для женщин прокладочки что такое что не должно вываливаться из сумки сюда можно поместить и косметичку большую вот недавно мы собирались в баню и в бане нужно много и полотенце и на голову шапку и то есть вообще очень здорово иметь такую большую сумку и она получается что туда ты все помещаешь и она не битком набитая а еще как бы надо имеет пластику то есть как бы такая все поместилось и тапки и все что нужно для бани скрабы разные потому что у меня то серая большая есть я я взяла хрупами мне . ритмама мне тоже нужно большую хотя она не очень так как бы никакой кнопки ничего я не делаю вот потому что здесь не будет так что ты где-то едешь и там кто-то что-то может вытащить это чисто для таких вот моментов когда тебе нужно очень много что поместить этот приготовила для съемки у меня тут уже моя процесса на вострела ушки она в каждой моей сумке которые я шью она обязательно в ней погуляет обязательно туда залезет все попробует вот она уже смотрит как бы туда вот залезть что хотел сказать здесь по бокам я прострочила здесь прямо вообще я так шагала аккуратно на одной я сломала иголку я имела неосторожность и не сменила иглу шила трикотажный почему-то я шила там футболки и забыла ее переснять хотя я обычно все переснимаю и вот вот этот я уже поставила стандартную по моему 90 и уже как бы прошила нормально 2 сделала хорошо она 3 иголочка у меня выткнулась потому что здесь идут швы 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 то есть здесь шов идет тут швы идут да тут идет и шов еще тут я отрезала чтобы не было наслоение и внутри у меня получилось вот так то есть вот эта вот часть случайно так получился у меня один и я решила что так хорошо то есть здесь вот идет защип вот тут а туда дальше подклад не зажимается то есть вот здесь он подвижный вот тут вот внизу то есть тут можно будет вытащить хорошо когда под подклад можно вытащить если где-то что-то это чуть-чуть застирать и по поводу как носятся эти сумки эту сумку можно будет спокойно я думаю постирать на 30 градусов в машинке вот так можно спрятать вот эти и вот нести вот так эти пошире я сделала потому что если будет она битком будет вот тут вот так вот прям битком чтобы можно было на плечо закинуть я довольна что я сделала только здесь на ручках потому что я думала вообще провести полностью строчку вот так но здесь уже было бы не то пальто как говорят и я решила что только сделаю вот эти строчки она будет красиво смотреться вот так в общем то есть не будет как торба такая до перешитая вот так вот строчка и только идет здесь декоративная вот так и вот эти строчки только до вот этих светлых мест вот так у меня она получилась за счет того что там внутри за флон этот он держит донышко я этому рада вписались хорошо эти боковушки хорошо что я не сделала вот эту вот ляпистую сторону вот вот такая вот у меня получилась красота и я планировала снять дочь мне говорит надо там куда-то мы собирались совместно с ней сходить в баню мне она как раз уезжала она говорит мне нужна эта сумка гуя ее еще не сняла не показала видео наград ничего давай потом то есть как бы она уже ей в не терпешь было ее пользоваться то есть она обычно носит в нее бежевое пальто такое есть то есть вот под вот эту одежду темные сапоги например и вот под эту одежду такая более благородный оттенок не яркая не ляпистая эта сумка подходит если куда-то надо что-то очень много приложить двое там едет куда-то с ночевкой и нужно целая куча косметики и вот она запихивала в ту сумку которая черная была я вам рассказывала она уже прям там с горой была забита эти ручки еле-еле брались поэтому я вот сказала крути пошью сама проявила инициативу она сказала ну давай если ты хочешь а потом уже говорит все давай я и буду уже пользоваться потому что вроде здоровая большая но а то что она вместительная я в пенотерес смотрю очень огромные сумки такие маленькие ручки и это очень прям такой какой-то тренд был я не помню какого года вот и прямо это так и разные и что я хочу вам сказать что мне очень нравится шить шумки сумки я бы шила 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 их разные 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 у меня жестоко идей и я думаю что я останавливаться не буду и шить их буду уже сколько будет если я некуда будет девать начну их продавать кто не может их шить и я вот это вам показываю пробуйте шейте это здорово иметь разные сумки ну да немножко хранения уже некуда ставить но по мере того как будут оставаться самые любимые те которые не очень-то носятся будут определяться куда-то вот такого плана сумки у нас носятся аккуратно то есть как бы мы их там не телепа им я смотрю у некоторых девочек там женщин сумки как будто не знаю они там волочат их по по асфальту вот у нас сумки носятся аккуратно поэтому вот так вот ручка еще раз покажу у меня есть покупные такие вот с такими ручками мне нравится что она вот вроде здесь широкая а вот здесь вот так закрыта ну а вы пишите какая вам понравилась из всех сумок которые шила которая вам запомнилась более-менее так вот хотелось бы пошить такую сумку носить вот а то я показываю показываем то все пишут что красиво хорошо а вот сами девчонки пробуют это делать или не пробуют ну а на этом я с вами со всеми прощаюсь кто новых видео кто готов к работе всем пока ну а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»